Это видео про тент, стол, кровать и скамью, совмещенные в одной жесткой конструкции. Если на природе вы не собираетесь терпеть трудности и лишения, а намерены получить удовольствие от похода, то имеет смысл позаботиться о своем комфорте на случай дождя. И один из лучших вариантов это тент. Если у меня есть возможность, то я ставлю вот такой тент, кровать, стол и скамью 4 в 1. Конечно, можно просто натянуть между деревьями веревку, но тогда вы будете ограничены в выборе места стоянки. Кроме того, перекладина не дает возможности тенту провисать, морщиться и прогибаться под поровами ветра. А это важно. Думаю, общую идею конструкции вы поняли, а теперь важные подробности. Как вы догадались, оттяжки тента и связка жердей сделаны из пэт-ленты, добытой из пластиковой бутылки. Днем ранее, в прибою на берегу Ладоги, я нашел две бутылки и распустил их на ленты моим новым бутылкорезом 201. Вероятно, вы уже обратили внимание на то, что теперь мой бутылкорез складной. А в походе это особенно ценно. Некоторые зрители пишут, что в бутылке с аребрением лента застревает, рвется. Как видите, я с такой трудностью не столкнулся. Лента из бутылки с узором не хуже, чем лента из гладкой бутылки. Связывать треногу я рекомендую при помощи петли восьмерки. Для этого накидывать петлю надо каждый раз на две соседние жерди, а сам узел не принципиален. В результате все три жерди получают один общий соединительный узел, а соединение получается и подвижное, и надежное. Обратите внимание, в каждой треноге одна жердь на 50 мм короче других, благодаря чему поперечная жердь лежит на торцах двух жердей, а не висит на связке. В результате при критических нагрузках скорее сломается перекладина, чем развалится тренога. Опыт говорит, что треугольник самая жесткая конструкция, а пирамида самое устойчивое сооружение. Именно этим объясняется устойчивость и надежность такого тента. Осталось перекинуть тент и установить растяжки из той же петленты. Натягивать тент я рекомендую уже после его установки. У этого способа подвеса тента много преимуществ. И в первую очередь это хорошая обитаемость, эргономичное и рациональное использование пространства, и простой и очень надежный способ натянуть тент. Нет необходимости натягивать тент растяжками. Смотрите, сейчас тент провисает, но достаточно немного свести у треноги опоры, как перекладина приподнимается и натягивает тент. Этот лежак вы уже видели в моем видео про лесную кровать. И он изготовлен из двух жердей и двух мешков. Разместив эту конструкцию на разной высоте, вы получите либо скамью, либо кровать, либо стол, либо полку. Высота регулируется сведением и разведением ног треноги. Чем сильнее они разведены, тем выше поднимется горизонтальная плоскость. Даже если начнется потоп, все вещи можно будет сложить на такой стол с камью или лежак, и они гарантированно не намокнут. Как только я завершил установку тента, пошел дождик. Досверливал свою огненную лесную мебель я уже под тентом. А вот совсем рядышком моя рукотворная купальня. Кто не видел мои видео про купальню и лестницу, и огненную лесную мебель рекомендую посмотреть. Про мини-горны с консервной банки и ковку клинков видео уже в работе. Я про него не забыл и в течение месяца увлекую. Лучший способ сказать автору спасибо – это нажать на клавишу «Поделиться». Спасибо вам за то, что делитесь моими видео. С вами был адвокат Егоров. Субтитры сделал DimaTorzok